Здравствуйте, мои дорогие! В сегодняшнем ролике мы рассмотрим лучшие народные средства от кашля, которые подойдут и взрослым, и деткам. Есть несколько немаловажных условий, которые просто необходимо соблюдать при кашле и насморке. Самое важное условие – это воздух, которым дышит больной. В помещении он должен быть влажным и прохладным – 18-22 градуса. Если в комнате жарко и сухо, то слизистые будут пересыхать, и лечение не будет поддаваться. Второе условие и, пожалуй, лучшее средство – нужно разжижать мокроту обильным питьем. Если пить мало, мокрота будет густая, что тоже приведет к ухудшению состояния. Пожалуй, самое распространенное и сильнейшее средство и для взрослых, и для детей – это черная редька с медом. Овощ должен быть крепким и без трещин. Мед натуральный, без добавок. Редьку помойте и срежьте верхушку. В редьке вырежьте ножом вымку. Получится как кастрюлька с крышечкой. В эту овощную емкость положите мед, примерно до половины. Закройте крышечкой и поставьте в какую-то тарелочку или куда-то. И дайте настояться 8-10 часов. Мед вытянет из редьки сок и получится чудесный лечебный сироп. Вылейте в баночку или в чашечку полученную смесь сока редьки и меда. А в редьку можно опять положить свежий мед, чтобы получилась еще одна порция лекарства. Схема приема этого средства от кашля проста. Взрослым по 1 столовой ложке перед едой 3-4 раза в день. Деткам по 1 чайной ложке перед едой 3-4 раза в день. К сожалению, есть противопоказания. Это аллергия на мед или на редьку. Гастрит с повышенной кислотностью. Язва желудка в острой стадии. И послеинфарктное состояние. Острый панкреатит. Средства от кашля на основе молока и меда. Для этого вам понадобится 1 стакан теплого кипяченого молока. 1 столовая ложка меда. 1 столовая ложка сливочного масла. 1 яичный желток. Четверть соды ложки. Смешайте мед и молоко. Разогрейте, чтобы мед и молоко не потеряли свои лечебные качества. Молоко не должно быть очень горячим. Только до 40 градусов. Чтобы сохранить все витамины. Если и мед нагреть выше 60 градусов, то получится канцерогенное вещество, которое накапливается в организме и не выводится из него. Туда же положите сливочное масло, которое растопится в теплом молоке. Желток взбейте вилкой и влейте в молоко, постоянно помешивая, чтобы желток не свернулся. Положите немного соды в молоко. Все хорошенько перемешайте и выпейте. Облегчение приходит очень быстро. Нужно пить утром и вечером. Такая смесь смягчает горло, убирает раздражение и першение. Лук с медом. Лук считается хорошим отхаркивающим средством, которое поможет быстрее перевести сухой кашель во влажный. А при влажном кашле также поможет быстрее вывести мокроту. Нужно взять одну луковицу и измельчить ее в блендере. Или потереть на терке. Выложить полученную кашицу на марлю и хорошенечко отжать весь луковый сок. Либо в чашечку, либо в мисочку. Мед к луку добавляется в соотношении один к одному. Сколько ложек лукового сока получилось, столько же ложечек добавьте меда. За сахаренный мед нужно немножко растопить на водяной бане. Хорошенько перемешайте и дайте настояться где-то один час. Прием для взрослых три раза в день. По одной столовой ложке за 30 минут до еды. Детям три раза в день тоже по одной чайной ложке за 30 минут до еды. При аллергии на мед его можно заменить сахаром. Нужно взять две средние луковицы, мелко порезать и засыпать полстаканами сахара. Хорошо перемешайте и закройте крышкой. Оставьте на 5 часов. Для того, чтобы лук отдал сок, процедите. Сироп готов. Принимать деткам от 1 до 2 лет 5-6 раз в день по пол ложки чайной после еды. Детям старше 12 лет 5-6 раз по одной столовой ложке после еды, как и взрослым. В деревнях использовали еще и такой метод. Брали половник. В него клали половину чайной ложки растопленного бараньего или свиного жира. Смешивали с половинкой чайной ложки меда. Растапливали до легкого поджаривания. Слегка остужали. И намазывали спину и грудь. Сверху накрывали клеенкой или марлей несколько слоев. Одевали хлопчатую бумажную кофточку. И заматывали чем-либо тепленьким. Или в пуховый платок. Или одевали шерстяную кофту. Такую процедуру делали 3 дня. Не смывая. Если не было аллергической реакции на мед, то эту же смесь размером с фасолину давали выпить. Жир моментально застывал во рту. Поэтому давали чем-нибудь закусить. Больше 2 раз детям не давали. Потому что для желудка тяжеловато. А взрослым можно делать и давать до 5 раз. Если не было температуры, то еще парили стопы ног. И на икры ставили ненадолго горчичники. Результат всегда был отличный.